Третий киноанализ и на сей раз Блуждающая Земля 2. Это китайский фильм. Причем, значит, у них была уже Блуждающая Земля 1 2019 года, но Блуждающая Земля 2 является не сиквелом, а приквелом. То есть сначала, короче, хронологически идут события в Блуждающей Земле 2, а потом в 1. Ну, это связано с тем, что, видимо, не ожидали, что будет успех. Был успех этого фильма и решили снять не продолжение, а начало. Типа, как там Земля начала блуждать. Ну, в общем, типичная китайская фантастика. Уже на титрах идут крупные красивые планы. Все, так сказать, красочно нарисовано, все так выразительно. Ну, и жанр четкий, значит, фантастика-катастрофа. Катастрофа, то есть накатанный жанр, у зрителя сразу много ожиданий, как будет. И азиатский кинематограф, именно китайский, японский, корейский, к сожалению, они очень такие послушные. Жанр фильма-катастрофа фантастический, там уже все предполагается, что будет, что будет весь фильм катастрофы. Вот им сказали, китайцам снимать катастрофы, они, так сказать, трудолюбиво снимают, чтобы каждые 10 минут катастрофа. И вот так построено. То есть, выглядит красочно, но при малейшем анализе обнаруживается, что достаточно сухой рационализм. И это, в общем-то, для корейских и для японских тоже фильмов характерно. Из-за сухости рациональной схемы получается, на самом деле, неинтересно. Почему японское аниме, у нас всякая молодежь смотрит с удовольствием, а взрослые не могут смотреть эту гадость, да? Это скучно взрослым. Идут жесткие схемы. Подростки, видимо, вот только что их узнали, им, так сказать, интересно. А мы уже знаем и заранее знаем все, что будет, все типажи героев и все, что там вообще наградят японцы. Но, в общем, к сожалению, китайская фантастика примерно так выглядит почти любая. Пересказываю. Ну, начинается с того, что, значит, ну, понятно, сразу нам объясняют, что фильм «Катастрофа», идут войска по руинам, рассказывают, тут был город, теперь даже комаров не поешь. Видимо, там китайцы-любители есть комаров из этого всего, этого воинства. Далее, значит, показывают, что китайцы строят какую-то футуристическую хрень и обещают ее сделать через полгода, если не будет диверсий. Это, так сказать, все идет в введение в суть дела, потом нам объясняют все суть дела вообще подробно. То есть, сначала, так сказать, заинтриговали, потом объясняют. Значит, солнце разрушается через сто лет, оно уничтожит Землю. Ну, у меня тут есть курс по космологии, где я рассказываю, что да, солнце действительно разрушится рано или поздно, оно сожжет сначала Землю, а потом всю Солнечную систему. Но это будет через миллионы лет. А там, как бы, вот ученые обнаружили, что все это будет через сто лет. Вся вот эта гибель Солнечной системы, которая нам все равно предстоит, конечно, она будет через сто лет. Вот человечество в нашем, примерно, состоянии, 21 век, начинает спасаться. Так как вот они установили, что через сто лет Солнце расширится, станет гигантом, да, и сожгет Землю полностью. Естественно, в этом будущем, это близкое будущее, 2040-е годы, 2044 год конкретно. В этом близком будущем самая доминирующая страна и самая развитая – это Китай. Они, в принципе, так в программе Компартии написаны. Что к середине этого века Китай будет доминировать во всех отношениях. Экономическом, политическом это и показано. Вот как в программе Компартии Китая, вот так все в фильме и снято. Другие страны тоже есть, но все решает Китай. И в основном все вот эти космические, естественно, мегапроекты тоже делает Китай. Ну вот строят они двигатели. В чем смысл? Строят двигатели, чтобы Землю вывести в космос, так сказать, планетарные двигатели. Земля будет блуждающая планета. Ее выведут в космос и переведут ее от Солнца далеко. То есть сначала ее переведут куда-то на окраину Солнечной системы, где не будет сильно жарко. А потом они придумают, как ее вообще отбуксировать из Солнечной системы. Такие идеи. Против этого всего проекта идут протесты. Причем показано, что протестующие в основном не китайцы. Значит, я так понимаю, что западные варвары, им почему-то не нравится, что китайцы хотят спасти Землю. Потом герои фильма на космическом лифте летят на Луну. Герои фильма это два офицера у нас, которые вот занялись этими всеми проектами. Лю Пей Цян и Тухин Юй. Если что. Ну, начинается некоторый такой показ героев лично. Что они вот такие все офицеры героические. У них высокое чувство долга. У них какие-то девушки. Ухаживают они за девушкой. Как ее там Додо. Как девушку-то зовут. Где-то вот записывал ее. Твою же мать. Хань Додо. Вот, да. Помню девушку. Хань Додо. Вот эта девушка, значит, вообще-то переводится Китай. Китай много-много это делает. И так ее называют. Ну, вот, короче, за ней бегают. Она там отвергает ухаживание. Несколько таких сцен, ну, тянущих на комедии, на не сильно таких. Какой-то там букет кидают друг другу и все такое. Потом кто-то там начинает атаковать станцию. И по рожам видно, что американцы. То есть там прямо, так сказать, не говорится, что все враги белые. Но показывают их, что, да, вот, значит, враги белые. Атакуют эту станцию. Пытаются ее захватить. Захватывают личности и карточки вот этих всех сотрудников, чтобы захватить центр управления и уничтожить всю эту станцию. Идут красивые драки, как положено в китайском кино, минут 10 идут красивые драки. Причем враги, как-то особенно, я даже не понял, кто такие. Вот видно только, что по расе, короче, не китайцы. Но вот этот Люпей Цян, который, значит, спаситель человечества, в одиночку там защищает лифт, как такой герой. Потом идет сражение с самым главным злодеем. Враги проникают на станцию, собираются взорвать. Вот, несмотря на то, что герои сражаются, начинается, в общем, дестабилизация управления. Дроны красиво падают на землю. Увлекательное такое действие, правда, в основном из драк состоит. Как бы действие увлекательное, а в чем его смысл, даже особенно и не ясно. В общем, дерутся, дерутся. И потом вот этот мост, весь земля, луна падает на землю. Вот, собственно, картина. Все, значит, падает на землю. По сути, враги, значит, победили. И диктор читает, что проект сорван, теперь землю, значит, спасти невозможно. То есть, вот эти вот герои, видимо, проявили свой всяческий этот самый героизм, но проиграли. Значит, враги уничтожили мост земля-луна и уничтожили базу на луне, вот, которую строили, чтобы на луне... А сначала, короче, надо луну отцепить от земли, сделать луну блуждающей планетой, а потом и землю такой план был. После этого по всей земле идут протесты с требованием, чтобы вместо этого проекта эвакуации земли сделали проект «Цифровая жизнь». То есть, чтобы всех людей перевели в компьютеры, тогда они спасутся даже вот когда, значит, солнце все сожжет. Чтобы люди были не живые, а люди были в компьютере. Вот такая вот цель у американских, значит, варваров. И вот они протестуют по всей земле против китайского проекта. А китайцы хотят спасти жизнь, а, короче, белые хотят жить в компьютере. Вот такая идея. Значит, сидят политики в ООН, говорят, что зачем нам тратить деньги, когда солнце взорвется только через 100 лет, и сейчас деньги поэтому тратить не надо. Ну, вот типа капитализм продернули, вот капиталисты смотрят только за сиюминутные прибыли. Естественно, представители Китая там жутко возражают против этого всего бардака. Что-то там говорят, землю надо перенести на окраину Солнечной системы на 2500 лет, и потом решить, как землю вообще спасти. Потом, значит, все это дело кончается, и мы видим Тухен Юя на Луне, где он полностью поехал крышей. Ему мерещатся какие-то дети. Я тут особенно из-за того, что быстро меняется, особенно даже не въехал, что происходит. Из-за набиозы выходят какие-то китайцы, потом какие-то их семейные сцены. Параллельно все время обсуждается, лучше жить в цифровом мире, да, или лучше отбуксировать землю. Вот этот все, вся эта дискуссия продолжается, уже где-то так в прессе между населением и так далее. Все обсуждают, короче. Потом семейная некая сцена в автомобиле. Вот, видимо, у этого Тухен Юя, это его жена и девочка. Потом автомобиль разрушается, жена погибла, а девочка лежит в реанимации. Потом опять какая-то катастрофа на Луне, все ломается, все задыхаются. Через три дня говорят, что какой-то запуск, и все уже, значит, сломалось. Но вот выясняется, что запуск, это, собственно, пуск лунного двигателя. В этом фильме все время все говорят, что через там столько-то часов что-то должно произойти, но оно сейчас сорвется. Вот опять, значит, надо, значит, срочно запуск этих двигателей с Луны, но они, короче, ломаются. А Тухен Юй, дочка у него лежит в реанимации, но он как-то, короче, сделал, что она с ним разговаривает через компьютер. То есть у нее электроды в мозге, девочка живет как бы в таком виртуальном мире, а тело у нее не работает. Вот она в этом виртуальном мире живет как девочка и все время говорит со своим отцом. Что создает некий такой сентиментальный настрой, там она все время плачет, там что-то вот такое детское проявляет. Короче, некая такая вот детская тема пошла. Потом пускают лунный двигатель вот так вот красиво, сдвинули Луну и вся Земля радуется, что несмотря на то, что враги там уничтожили какую-то базу, все-таки сдвинули Луну, создали планетарный двигатель, теперь могут двигать планеты. То есть на Луне ставили эксперимент, могут ли вообще двигать планеты, и оказалось, что могут. Потом нам говорят, что уже 2050-е годы, то есть лет 10 прошло с начала фильма, растет солнечная радиация, то есть уже солнце все более жарко, и жарко это приводит это все к тому, что радиация растет, и у людей рак. Значит, эпидемия рака. На всех работах людей вытесняют роботы, потому что люди все больше болеют. Проект вот этот называется «Блуждающая земля», вот который проект «Сдвинуть землю», вот как раз в 50-е его начали называть «Блуждающая земля», и дальше это будет название же следующего фильма, да? В основном, естественно, реализуют Китай, потому что Китай полностью на земле господствует. Вот тут мы видим девушку Сяо Си, которая является представителем Китая в ООН, и лидера Китая, которого зовут Джоу. Вот этот Джоу, он, значит, лидер Китая, такой мудрый-мудрый, старый, и с ним прекрасная девушка, они сидят и беседуют о том, как спасти человечество. Потом, значит, говорят, что Луну отбуксировали, вроде Луны больше нет, то есть Земля без Луны осталась. В Пекине опять некая семейная сцена китайцев, непонятного смысла, вот, видимо, это то, что у героев семья, и, как бы, они переживают за свои семьи. Значит, Лю Пей Цян, второй этот самый офицер, у него медаль за 44-й год, когда они станцию обороняли, беседует с компьютером, пытается наняться опять на работу в какие-то вот службы, связанные с проектом. Компьютер над ним всячески издевается, работу получить трудно, вот он, компьютер. Компьютер требует, чтобы искренне все, значит, ему рассказывали и не врали. Потом компьютер говорит, что жене Лю Пей Цана осталось жить 84 дня, Лю Пей Цан психует и проваливает реакцию на стресс. В общем, китайские такие испытания на способность не потерять лицо. Компьютер пытается его вывести из себя, тут всячески так делает непроницаемое лицо, а потом все-таки выходит из себя, то есть довели, короче, даже такого вот офицера непоколебимого. Потом опять семейная сцена сентиментальная, жена умирает, вот которая жена через 84 дня умрет, вот она умирает, клянется в верности, все плачут. Потом опять девочка звонит по скайпу, то есть вот как бы вот между этими сценами драк длинные слезливые сцены с девочками, с маленькими и с большими девочками, которые все плачут и говорят что-нибудь такое совершенно такое плаксивое, сентиментальное. Значит, девочка опять звонит по скайпу, китаец плачет, они что-то там вместе с этой девочкой плачут, девочка, которая в реанимации лежит, и отцу своего звонит по скайпу из реанимации. Потом кто-то долбится в дверь, эта девка орет, какая-то, в общем, сентиментальная сцена, и все кричат Тухин Юй, выходи, а он хочет разговаривать со своей девочкой по скайпу. Какая-то, в общем, такая вот сцена, судя по реакции персонажей, все должны плакать, но мне кажется, она полностью идиотская на самом деле. Вот, кстати, эта девочка, которая живет в скайпе, значит, этот Тухин Юй орет, она жива-жива, его коллеги говорят, нет, она давно умерла, и вот все, в общем, с криками и плачем все выясняют, живая девочка или нет, она из компьютера что-то там им еще орет. Потом, значит, это вот Тухин Юй уводят, говорят, что ты преступник, а эта девочка из компьютера плачет и кричит, верните мне папу, и все это 20 минут продолжается. Какое все это отношение к спасению Земли, вся эта история про девочку в компьютере, хер бы знал. Ну, видимо, вот это вот у китайского зрителя должно вызывать сочувствие к Тухин Юй. Потом что-то там на Земле взрывается, на Земле, на Луне, то есть Луну вроде как отбуксировали, но она наоборот взорвалась, не понял тоже, концов никаких. Луна взорвалась и приближается к Земле. На Земле приливы и все разносят водой, вот вода течет, и политиков тоже всех разносят. Потом сидит Тухин Юй в тюрьме, я не понял, за что посадили, и делает расчеты на тюремных стенах, как спасти человечество. По всей Земле идет эвакуация прибрежных регионов, потому что море затапливает из-за прилива, Луна падает на Землю. Остался 221 час, сообщает диктор, потом Земля будет уничтожена. Там весь фильм, типичная для китайцев такая магия цифр, все время говорят, осталось там 19 минут, осталось 18 минут, осталось 17 минут, и потом все погибнут, вся Земля и все человечество. И вот этот прием повторяется каждые полчаса примерно, как минимум. Значит, Китай, как обычно, спасает весь мир и открывает построенные именно в Китае подземные города для всех людей. Также он требует эвакуации всех людей со всей Земли в подземные города Китая. Белые что-то там выступают против этого проекта, их всех посылают нахер, даже вообще непонятно, какие-то такие злые рожи у этих белых, что-то какую-то херню сказали, и китайцы им сказали, да идите вы нахер, короче, с этой херней, и все, и продолжили спасать, так сказать, весь мир. Но спасают они в том числе и белых, тем не менее, да. Хотя политики европейские показаны идиотами, по большей части, и мерзавцами. Дальше космонавтов опять всех отправляют на космическую станцию, где встречаются опять Люпей Циан и Тюхин Юй, то есть наши герои. Параллельно идут всякие, блядь, мертвые девочки, символические сцены, смысл которых непонятен, и поэтому я их пропускаю. Затем опять главный китаец пьет чай и принимает важнейшие решения для человечества. Вот, кстати, главный китаец. Все время перебивают планы, то, короче, это девочки, то какие-то, блядь, женщины умирают, то эти Тюхин Юй что-то так улыбается загадочно, мы так и не понимаем, что он там улыбается, и опять пошло что-то другое. То роботы скачут и всех убивают. Но вот опять, значит, меняется план, опять сидит вот этот главный китаец, рядом с ним прекрасная девушка, которая слушает мудрые речи, значит, главного китайца, а потом бегает их, озвучивает в ООН там и объясняет их всем политикам. Потом старый Джоу аж сам вылез на трибуну в ООН раз в жизни, обычно вот вместо него бегала девушка, что-то там говорила. Вот теперь самый главный прям вылез на ООН и толкает там длинную печальную притчу китайскую про цивилизацию, про какое-то там ребро у кого-то поломали, или что там, бедро поломали, что-то такое, короче, долго несет, такое печальное и великое. И кончается тем, что надо ядерные бомбы забрать у всего человечества, заложить их на Луну и взорвать Луну. Вот такие идеи, короче. Все это весьма пафосно, так и символически говорится. Потом выясняется, что Океан затопил главный сервер интернета, а главный сервер интернета, конечно, в Пекине, потому что вообще все в Пекине самое главное на тот момент. Главный сервер интернета в Пекине из-за того, что все затапливает из-за Луны, затопило главный сервер. Надо спасти интернет, чтобы активировать сеть земных двигателей, которые буксируют Землю. И, значит, Лепейцяна посылают на спасение интернета. Значит, при этом это, блин, Сяо Си, которая представительница Китая в ООН, девушка, она командует процессом взрыва Луны. Ну, в общем, понятно, что всем командуют китайцы, причем самый главный китайец вообще сидит в комнате, пьет чай, дает указания и непосредственно ни в чем не участвует, говорит в мудрой речи. А вот девушка эта его, она все время там, да, бегает, короче, всем втыкает, типа, вот всем делать, как сказал великий Джоу. Ну, все, значит, девушка командует процессом взрыва Луны. Тем временем, Лепейцяны Тухиньюй под землю ныряют и пытаются спасти интернет. Такая, значит, история. Вот мы, значит, видим Лепейцяна, который ныряет вот там, где почему-то под водой интернет. Спасение интернетов под водой очень долго продолжается тоже и затянуто, минут 20. Заключается в том, что они в этих, блин, водолазных этих штуках ходят там в каких-то коридорах с проводами. Видимо, они могут найти, где же главный сервер. Это все время перебивается сценами с этим, старый Джоу все время с непроницаемым лицом делает вид, что он самый главный. И человечество переправляет ядерное оружие на Луну. Вот эти все сцены, короче, спасение интернетов под водой, великий председатель Китая и переправка ядерного оружия. Вот они как-то так хаотически все время меняются. В общем, три процесса одновременно. Получается, что ни тот, ни другой процесс до конца не понятен из-за быстрой смены кадров. И в то же время длинный тянется. Значит, потом, кажется, Тухин Юй все-таки тонет среди компьютеров, рассказывает о смысле цивилизации, что-то вот такое. На него смотрит его друг, то есть он умирает, короче, во имя цивилизации, вот это тонет там, короче, среди интернетов. Звучит грустная музыка, то есть очередная такая сентиментальная цена про самопожертвование героя. По всей земле паника, люди бегут в подземные китайские города. Главный китаец при этом сидит, этот старый, который из пафосной рожи говорит о глупости человечества. Человечество безумно, человечество повело себя к катастрофе. Но китайцы его спасут, короче, такие выводы он делает. Непонятно, кому говорит, по-моему, там только эта девушка присутствует. Он там все время, короче, сидит, самый главный, пьет чай и всякие абстрактные вещи говорит. Ну вот так должен, типа, император выглядеть, по их понятию. Происходит разборка с русскими, кто полетит на Луну. Все друг друга народы обвиняют, что они слабаки, но потом все-таки всех народов послали добровольцев, чтобы не только китайцы на Луну, чтобы все народы полетели, и русские тоже там летят. Имеется в виду добровольцы, которые собой пожертвуют во имя человечества, принесут на Луну ядерные заряды, потом взорвут Луну и там погибнут. Вот. Этот главный китаец говорит, в трудный час долг превыше всего, и всех этих добровольцев отправляют на Луну помирать. Но возглавляют, а все равно, конечно, китайцы из всех народов отправили добровольцев, под руководством, конечно, КНР, это самого главного там и самого мудрого, вот, долг превыше всего, и вот все пошли. Потом, значит, две минуты до взрыва сидит китаец на Луне, смотрит на Землю и все, и думает о том, что сейчас он умрет во имя спасения человечества. Потом 10 минут продолжаются вот эти затянутые сцены о том, что герои пожертвовали собой за человечество, все их лица героев, рассуждения о жертвах и все такое, это минут 10 без всякого сюжета. Я тут сейчас, кстати, могу в этом фильме сюжет неправильно пересказывать, он из-за того, что основная часть какие-то пафосные, нудные сцены, бессмысленные, да, а реальный сюжет быстро, короче, меняется, то есть сами кадры меняются, планы меняются, то одних показывают, то других. То есть как бы акцент не на сюжете идет, а вот на этих мудных сценах и быстрой смене кадров, поэтому сам по себе сюжет трудно уловить. Потому что, ну, отслеживать, как они там рыдают 10 минут, это скучно, да, уже на второй минуте хочется переключить. А потом бабах, что-то там на пятой минуте перестали рыдать и что-то другое показывают. Поэтому я говорю, я сюжет тут могу даже пропустить и неправильно сказать. Там, если кто-то смотрел, может поправить. Ну ладно, значит, Луна взрывается вместе с этим китайцем, внизу все отдают честь, типа вот жертвы принесли, грустная музыка, короче, все умерли. Тем временем эта виртуальная девочка, которая живет в компьютере, спасает человечество, запоминает пароль от китайского интернета. Ее папа каким-то образом оказывается вместе с ней в компьютере, и они вспоминают пароль от интернета, который папа, по-моему, он уже утонул минут так 30 назад, вот, и даже показывали героически, как он тонет. Теперь он, короче, почему-то в компьютере с этой девочкой, и они спасают весь мир. А главный китаец в ООН говорит, что наши люди точно запустят интернет, и мир все равно будет спасен. И счетчик показывает, что там осталось 5 минут до конца мира, осталось, блядь, 3 минуты до конца мира, человечество пришло, блядь, к концу, и так далее. Ну и через 10 минут вот этого нудного всякого пафоса наконец-то, короче, китайцы спасли интернет. Все, в последний момент мир спасен, вот эта, блядь, сцена героическая, вот по центру это, короче, главный китаец, который весь фильм какую-то муру высоконрастную толкает. Вот сбоку его девушка, которая у него на побегушках, вот по бокам все, короче, китайцы, белые где-то там сзади стоят, вот сзади стоят это гнусные, короче, европейцы там всякие, американцы нахер вообще пришли, непонятно, где-то вот там в жопе, короче, стоят, а китайцы, вот они смотрят, как все-таки спасено было человечество вот усилиями КНР. Ну вот сама вот тут композиция кадра, да, заметно, где-где стоят все остальные, и где Китай. Ну вот, дальше, конец фильма, это вот была кульминация, вот, собственно, кульминация, их лица на кульминации, Земля улетает в космос, обломки Луны пролетают мимо, герои-китайцы все тонут, короче, я так понимаю, что оба главных героя погибли, старый Джоу говорит из речения, что с миссией наши люди справятся любой ценой, ну, имеется в виду, опять же, китайцы, да? Потом какие-то сопли идут, какой-то там нудная музыка сопливая, и Земля куда-то вот нахуй улетает. Потом это, значит, кульма, это кульминация у нас, потом показывает разрядку, последние минут 10 разрядка идет, 2065 год, человечество счастливо, спасено, 7 лет уже летят в космос, завершили строительство подземных городов, живут как бы под землей, на поверхности Земли холод, естественно, потому что они летят от Солнца, к 2075 году они пролетят в Юпитер, и через 2,5 тысячи лет они долетят до Альфа Центавра и будут там жить. Это конец как бы фильма. Первую часть, которая вторая, я тоже собираюсь осветить, то есть в первой части будет уже, как они вот до Юпитера долетели, насколько я помню. Персонажи. Ну, в общем, получается, как бы тоже опять композиция, это героев 2 на 2. Значит, два офицера, Люпей Цян и Тюхиньёй, два главных героя, они, в общем, как я понимаю, все гибнут за человечество. Девушки у них какие-то все непонятные, то есть не расписаны они как героини. В общем, у девушек там задача просто вот быть верной мужу-офицеру, плакать весь фильм и умереть. Девочка тоже, в общем, какая-то плакса, весь фильм плачет, маленькая, которая в конце спасает человечество. Это как бы герои внизу, да, вот это два китайских офицера, герои внизу. Два героя наверху. Это старый Джоу, председатель, видимо, Компартии Китая, самый главный китаец, вот старый и мудрый, который, собственно, все и провернул. И его девушка Сяо Си тоже никак не расписана. Женские персонажи все вообще, короче, тени. Это Сяо Си никак себя не проявляет, это просто тень за спиной главного китайца, который таскает ему кофе, слушает его мудрые речи, иногда она выходит в ООН и что-то озвучивает, потому что главный китайец даже, короче, по мелким вопросам он даже с этими белыми не разговаривает даже. Он даже девушку посылает, которая ему чай приносит. Она там выходит в ООН и говорит, типа, главный китаец сказал вот так делать, короче, идите все нахер, вот так. И уходит. Примерно такая система. Ну, что касается, значит, женских персонажей, их по сути нет, это просто вот куча слез и истерик, тем не менее верная героям. Что касается главных персонажей, вот два офицера, ну, видимо, можно было бы им сочувствовать, если бы не так это все выглядело пафосно и сентиментально. Да, пытаются показать, что у них там дети, семьи, что они любят свои семьи, поэтому хотят спасти человечество. Это понятно, но показано не теми средствами, которые вызвали бы сочувствие. Вот с какими-то затянутыми плаксивыми сценами с непонятной логикой. Структура рваная, как я уже сказал, быстро мелькают картинки, в результате сюжет трудно воспринимается. Структура при этом, хотя и рваная, но написана по жесткой схеме. Каждые 15-20 минут возникают некие экстремальные ситуации, каждая из которых может закончиться полной гибелью Земли. Значит, потом, где-то минут 20, герои эти ситуации ликвидируют. Все. Вот прям четко идут циклы опасность, разрядка, опасность, разрядка. На разрядке сопли и плач. На опасности все дерутся там или быстро бегают по каким-нибудь коридорам, что-нибудь там спасая. Вот все. То есть, хотя, так сказать, выглядит рвано, сделано рационалистично. Единственное, что тогда бы они лучше весь сюжет бы объясняли бы субтитрами. Потому что из вот этой сочетания рваности и сухого рационализма сюжет иногда пропадает из головы. Ну и типичный прием, который практически весь фильм, все говорят, что осталось столько-то минут до полного уничтожения человечества и показывают таймер. Показывают часы, которые считают сколько минут до конца человечества, а потом китайцы всех спасают. Идея понятна, кстати. Превосходство КНР. Вот идея фирма националистическая, превосходство Китая, так сказать, духовное и техническое. Все остальные народы по большей части мешают китайцам осуществлять миссию по спасению цивилизации, но все равно китайцы их спасают. То есть понятно, что дураки, но в общем китайцы их прощают и все равно в подземные города в свои берут и все равно, так сказать, помогут всему человечеству. Помимо националистического гуманитарный смысл есть, что нам нужно спасти нам жизнь. Вот эта жертвенность, она есть. Но этот гуманитарный смысл есть в конфуцианстве, жертва за других. Конечно, это относится к ценностям китайской культуры и мы это можем понять. Но реализовано пиздец. Понять мы можем, что это хорошо пожертвовать собой, но когда вот так вот это показано, сочувствовать очень трудно. Жуткая истеричность, пафосные речи, хоть речи может быть правильные по смыслу, но вот так вот пафосно их и витиевато говорить в нашей культуре это смотрится неискренно, конечно. Совершенно в общем не русский фильм, в то же время красивый, динамичный. Ну вот в общем ешьте это как они там сделали. И судя по вот этим претензиям, что они весь мир возглавят, к указанному сроку 2054 году в основном будем есть именно это. неискрепляем. Продолжение следует...